Этот чемпионат командно-личный. Мужские сборные регионов прибыли все 16, а вот двух женских команд не досчитались. Хакасия и Ярославская область своих представителей на турнир не отправили, как говорят, из-за материальных трудностей. Но и без того на чемпионате страны собрались сильнейшие и ведущие теннисисты. Среди них призеры и участники чемпионатов мира и Европы Олимпийских игр. Играет за команду своих землячек и участница трех Олимпийских игр, член сборной страны Оксана Фадеева. Спортсменка является рекордсменом по числу завоеванных медалей среди российских теннисистов на чемпионатах России. Их у нее 37. Да, я здесь, чтобы поддержать Нижегородскую область, чтобы чем смогу, помогу, как говорится. Пока конкурировать нашим теннисистам удается лишь на европейской арене. До медалей на мировой, считают тренеры, еще далеко. А вот сами спортсмены свои силы оценивают немного по-другому. Заслуженный мастер спорта Оксана Фадеева подчеркивает, как в одиночных, так и в парных разрядах российские теннисисты значительно подтянулись. Особенно уровень подготовки вырос среди юниоров и кадетов. Шансы всегда есть, конечно, надо пробовать. Уже обыгрывали хорошие команды и Гонконг, которые были третьи на чемпионате мира. Поэтому шансы всегда есть, надо стремиться, бороться. Сегодня прошла 1-8 и 1-4 финала командного первенства. С 11 февраля теннисисты начнут соревноваться в личном первенстве. Здесь участвуют у нас, ну, это не часто так бывает, но совершенно все сильнейшие игроки. То есть нет ни одного, кто заболел, кто получил травму. Буквально через три недели стартует в Малайзии командный чемпионат мира по настольному теннису. И эти соревнования, они являются самым важным критерием для спортсменов по отбору в состав команды для участия в чемпионате мира. Разыгрывать медали в одиночном и парных разрядах спортсмены будут вплоть до 13 февраля. Завтра же состоится официальное открытие чемпионата страны с участием главы попечительского совета Федерации настольного тенниса России, помощника президента России Игоря Левитина. Кстати, для любителей данного вида спорта вход на турнир свободный. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.